Новая школа будет на 550 мест. Ее будущим ученикам смогут позавидовать ребята любого крупного города. Два спортивных зала, актовый на 300 мест, современный пищеблок и столовая на 275 человек. Такой она будет. А пока стройка, которая стартовала 9 месяцев назад. Препятствий было много. Казалось, они никогда не кончатся. Но благодаря взаимодействию губернатора, Министерства строительства и ЖКХ и депутата Госдумы Александра Прокопьева все документы были согласованы и школы включили в краевую адресную программу. Сегодня очередная встреча на стройплощадке. У нас тот исходник, который был, то есть там, грубо говоря, вот вся простыня, которая расписана по работам, которые должны быть выполнены, они получаются в сроках сейчас. Ну мы сейчас нагоняем подрядчикам. Вот мы зимой немного отстали по бетонным работам по устройству нулевого цикла. Сейчас наверстаем. Почему речь идет о продлении срока? Это, скажем так, ну планово, зазор этот делаем на всякий случай. Потому что на сегодняшний день с логистикой все равно есть проблемы. Ну если согласен, да. Все вы хорошо это знаете. Представители Минстроя, Минобра, Единогостройзаказчика, руководство Первомайского района все сегодня здесь. Обходят здание строящейся школы. Площадь большая, более 11,5 тысяч квадратных метров. Раздевалки, мальчики, девочки. Два спортзала. А, вот этот спортзал, да? Да, вот и хорошо. Подрядчик и заказчик делятся. Стройка идет по плану. Сложности, если и возникают, связаны с поставкой оборудования. К примеру, санфаянсы, керамика из Восточной Европы. Поставка шла через Турцию. Сложности были и с приобретением линолеума. Очевидно, что в связи с санкциями на поиск приобретений, в том числе доставку, уйдет чуть больше времени. Поэтому сегодня на встрече мы обсуждали то, что необходимо предпринять для того, чтобы эта школа была сдана в срок. Когда готовили проект школы, материалы планировали закупать одни. Позже пришлось менять их на другие. Сроки ожидания затягивались от трех недель до двух-трех месяцев. Большая часть оборудования теперь, скорее всего, будет российского производства. Единый стройзаказчик планирует как лучше приобретать технику и мебель для школы. Задержки будут, но я думаю, что мы все эти вопросы решим. Производители меняются, подстраиваются. Параллельно импорт отчасти где-то работает в случае необходимости. Поэтому я думаю, что мы это все реализуем. Единственное, что пораньше начнем, дабы учитывать сроки задержки по поставкам. Мы с следующего года будем проводить конкурсные процедуры, чтобы мы к апрелю месяцу уже могли здесь завозить мебель. Заказчик рассчитывает, что к июлю 2024 года все работы будут завершены. Школа оперативно пройдет аккредитацию и лицензирование. Процесс обычно занимает пару месяцев, но прецеденты были. Разрешительные документы для школы в заводском Троицкого района удалось получить значительно быстрее. Достаточно сложная процедура, то есть согласование различных ведомств. Но мы стараемся оптимизировать эти сроки, учитывая то, что объект социально значим, что это школа. Соответственно, в рамках поставленных сроков и задач мы пытаемся это решить. До завершения строительства школы чуть больше года. Первый этаж здания и подвал уже на стадии штукатурных работ. Скоро завезут окна. Зимой 23-го будут проводиться отделочные работы внутри всего помещения. План таков. И все, кто причастен к стройке, намерены не просто следовать срокам, но и сделать все, чтобы 1 сентября 24-го года в школе Боровихи начались занятия. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.